Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны Подтверждением является удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Для его получения необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства. Приложив при этом документы, служащие основанием для выдачи данного удостоверения, это справки, выписки из архивов и так далее, важно знать, что большинство социальных льгот предоставляются только по заявлению. Какие льготы предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны? Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры социальной поддержки. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Внеочередная установка квартирного телефона. Обеспечение протезами, кроме зубных, и протезно-ортопедическими изделиями. Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений. Обслуживание вне очереди предприятиями розничной торговли, бытового обслуживания, транспорта. Внеочередной прием в организации социального обслуживания. Внеочередное социальное обслуживание на дому. Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, которым они прикреплены в период работы до выхода на пенсию. Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта. Что подразумевается под правом на обеспечение жильем? Участники Великой Отечественной войны имеют право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Необходимо обращаться с заявлением в Управление жилищной политики Департамента капитального строительства города Севастополя для признания лица нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кому и в каком размере положена единая денежная выплата? Куда обращаться для ее получения? Это федеральная выплата. Положена участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, лицам, задействованным для нужд обороны или осуществлявшим деятельность на военных объектах. Устанавливается и выплачивается территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации. Размер может быть разный, поскольку зависит от способа получения набора социальных услуг в натуральном виде или денежном эквиваленте. Что такое дополнительное ежемесячное материальное обеспечение? Это ежемесячные выплаты инвалидам и участникам войны, инвалидам вследствие военной травмы, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и некоторым другим категориям граждан. Размер зависит от льготной категории и составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Устанавливается и выплачивается территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации одновременно с пенсией. Предусмотрены ли для ветеранов региональные льготы? Региональные льготы предусмотрены законом города Севастополя номер 106 ЗС о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя. Например, это региональная ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, ежемесячная денежная выплата жителям осажденного Севастополя, ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, реабилитированным гражданам. Ежемесячная пожизненная стипендия предусмотрена для лиц из числа участников обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя проживающим на территории города. Данные выплаты устанавливаются и выплачиваются органами социальной защиты населения. Размеры их разные. В каждом конкретном случае необходим свой пакет документов. Посмотреть его можно в административных регламентах на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя во вкладке госуслуги. Отдельные выплаты, если ветеран имеет на них право сразу по нескольким основаниям, назначаются по его выбору по одному из оснований, предусматривающему более высокий размер выплаты. Некоторые же льготы предоставляются дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки. Какие льготы у ветеранов Великой Отечественной войны в сфере медицины? Положено. Внеочередное оказание медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования. Получение набора социальных услуг в виде обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам врача, а также санаторно-курортного лечения. Что нужно и куда обращаться за получением путевок на санаторно-курортное лечение? Путевка предоставляется при наличии медицинских показаний инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Обращаться следует в Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования с заявлением на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение с приложением справки. Все ли ветераны, которые имели статус участника Великой Отечественной войны до 18 марта 2014 года, получили соответствующий статус согласно законодательству Российской Федерации? Не все ветераны по различным причинам смогли подтвердить свой статус согласно законодательству Российской Федерации. В то же время, в соответствии с законом города Севастополя о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя, все льготы указанной категории граждан сохранены. Существуют ли для ветеранов льготы по налогам? Налоговые льготы предоставляются в виде вычетов по подоходному налогу, начисления налога на имущество, на землю, на транспорт, по льготным ставкам. Имеется льгота при уплате госпошлины. Ветераны Великой Отечественной войны при обращении за совершением юридически значимых действий не уплачивают госпошлину. Какие выплаты предусмотрены ветеранам ко Дню Победы? Выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровне. В Севастополе в 2020 году предусмотрены суммы в размере семьи, 15 и 50 тысяч рублей в зависимости от категории ветеранов. На федеральном уровне инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, полагается единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей, труженикам тыла, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто 50 тысяч рублей.